Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают определенную команду. А есть, конечно, очень энергичные, вот, например, рыса у нас энергичная. Она побежит за любой кошечкой. Она вот очень подвижна. И, естественно, афган должен в городе гулять только на поводке. Очень многие считают, что афганская борза – это далеко не умная собака. Как раз собака очень умная. Именно поэтому она не всегда выполняет команды людей, потому что она сначала подумает, прежде чем сделать. Надо правильно подать эту команду, надо правильно собаку воспитать. Афганы беспрекословно не подчиняются. У них нет такого послушания. Он сказал, беги туда. Он, значит, как овчарка, все просил и побежал. Не будет он так делать. Он подумает, выгодно ли ему это. Но я так понимаю, вас как раз это не удручает совершенно. Нет, мне это очень нравится. Они очень интересные. Они очень умные. Тем, кто хочет взять такую собаку, надо очень подумать, будет ли на нее время через 5 лет, через 10 так же все это мыть, чесать. Времени она занимает много. Научиться несложно. Вы же причесываете свои волосы, делаете себе укладки, делаете то же самое вы делаете с этой собакой. Если ты ее расчесываешь хотя бы раз в неделю, то, в общем-то, у тебя дома ни шерсти, ничего нет. Меня интересует сейчас мода на окрас. Вообще, по стандарту, у афгана допускается любой окрас, кроме белых пятен на морде. Вообще, любят эксперты черных афганов, тигровых, вот как люкса у нас. В последние годы стал более популярным как раз кремовый окрас, когда афган кажется совершенно белым. На сегодняшний день, да. Вообще, когда я смотрю, как афган себя ведет, мы более суетливы по сравнению с этими собаками, у нас нет таких изысканных манер. Афган, как щенок любой другой породы, он очень подвижен, он шаловлив. Со взрослением собака становится более аристократичной, она становится более послушной, более умной, она начинает уже себя вести совершенно по-другому. И во взрослом состоянии эта собака становится практически собакой-невидимкой дома. Афган в квартире, он незаметен. Борзая – это стайная собака, в стае она лучше себя и ведет. Каждый новый щенок, который у нас появляется, смотрит на старших собак, копирует. Я так понимаю, что все-таки это собаки не няньки? Нет. Есть ребенок в семье, она его считает членом семьи, и она будет относиться к нему так же, как к взрослому. Если ребенок на него наступит, или сделает ему больно, она защищается. Ребенка с собакой, естественно, наедине оставлять нельзя. Одна из вредных привычек афганских борзых – это умение что-нибудь уворовать вообще у своих хозяев или спереть со стола. Стоит прям лапами на плиту, открывает крышку сковородки, кастрюли, все полностью не съедает и уходит. Мы приходим, открываем кастрюлю, она чистая, вымытая. Абсолютно. Не роняет? Не роняет. Как-то он один раз, он своровал кошелек и спрятал его под место к себе. Вот только вот стоил глаза отвезти, все, колбасы там, да, или пирожка нету. И где-нибудь покер в углу хомячистого. Да, у восточных народов, которым запрещено воровство и очень оказывается, данная собака как раз и использовалась для того, чтобы украсть у соседа какую-нибудь вещь, которая понравилась ее хозяину. То есть он незаметно показывает собаке на эту вещь. И собака со своей грацией, с незаметностью, она крадет эту вещь. Махнула хвостом, ушла, как и не было. Поэтому, беря Афгана, вы должны четко понимать, что воровать она будет. Она будет спать однозначно на мягком, она любит спать на кровати, вообще очень любит спать на кровати именно хозяина. Расправит постель, ляжет на подушечку и будет вас ждать там, мило, пока вы, значит, работаете. Она может из шифонера достать ваши вещи, их разложит вдоль коридора, ляжет на них и будет скучать вас ждать. Мы не виделись два года и за это время у Захары подросла великолепная дочь Иса. Теперь она у нас тоже чемпион России. А Захара, мама ее, снова она в Германии рожала у нас. Подарила нам двух великолепных щенков. Да, Ивана, конечно, великолепная. снимали. Достаточно интересно. В общем, по всему миру разошлись дети Захары. Да, да, да. Но они же вас объединяют, это же на самом деле здорово. Ну, откровенно говоря, это очень здорово. Пермь как раз тот город, который имеет минимальное количество аганов. Мы очень бы хотели, чтобы к нам как раз примыкало все больше и больше любителей этой породы. Мне хотелось бы, чтобы люди были не настолько практичны, а хотелось бы, чтобы люди все-таки вернулись к красоте. Понятно, конечно, сколько хозяев, столько мнений. Но лично мне афганские борзые безумно нравятся, потому что, на мой взгляд, они истинные аристократы. Это все новости из жизни домашних животных на сегодня. Ну и помните, конечно, если друзья и знакомые говорят о ваших питомцах, чтоб я так жил, значит, вы настоящий и любящий хозяин. Если бы у меня были такие волосы, и вот так вот всегда лежала прическа, я бы, конечно бы, может быть, в следующей жизни согласилась быть афганской борзой.